Здравствуйте, товарищ! Меня зовут Михаил Судаков. На этом канале я реагирую на кип-поп. У группы Red Velvet вышел новый студийный альбом. Третий корейский, четвертый суммарно. Называется он Chill Kill. И заглавка на нем называется также Chill Kill. Давайте реагировать без лишних долгих предусловий. Единственное, что я хочу сказать, это спасибо людям, которые меня поддерживают на Boosty. Не забывайте, есть такой замечательный сайт. Этот канал так часто обновляется благодаря ему в первую очередь. Итак, люди, которые меня поддерживают, это Антон Балютис, Шура Илья Просин, Горщик, Евгений Ерин, Анис Трин Рин и Анастасия Волкова. А теперь давайте Chill Kill 321. Поехали! Мне кажется, у меня рекорд по скорости. Интро. Ну, потому что что говорит про группу Red Velvet? То, что там замечательные девочки. Какой страшный скрипт-то. Господи, девки, хватит, пожалуйста. Уф, я еще в наушниках. Как же нельзя... Они либо что-то готовят, либо мебель на место ставят. А, просто они приготовили что-то смотреть. Пока, куплет. Красивый. Романтичный-драмантичный. Драматичный, я бы сказал. Такое ощущение, как будто они где-то были заперты, не могли выйти. Теперь, видимо, могут. Такое ощущение, как будто они были заперты. А почему песня стала такой жизнерадостной и шумной? Верена опять стала драматичной. Я понимаю, она видимо хочет выехать на контрасте, но припев недостаточно увлекательный, чтобы этот контраст вытянуть. Куплет прям пока что хорош. Хочется такой драмы, припеве, прям караул. Единственное, здесь некоторые девочки на себя как-то немножечко не похожи. То ли мейк, то ли что-то еще. Здесь настолько не работает этот веселый припев, эти приключения. Мне просто даже что-то сказать сложно. Они как будто в этой песне решили сочетать две других песни, совершенно не связанные друг с другом. Одна такая грустная, слегка депрессивная. Как раз не пишут. А это что такое? Объявляю вас женой-женой, видимо. Объявляю вас женой-женой, видимо. Ура! Веселое настроение. Девочки бегут. О, полиция. Когда вас пытается арестовать полиция, что нужно делать? Танцевать. Известная тема очень работает. На всех практически. Я не то чтобы сильно внимательно следил за клипом, но как будто их кто-то запер. Они не могли выйти, потом вышли и все сожгли. Окей. Нет, мне не очень понравилась эта песня, потому что у нее совершенно, на мой взгляд, необоснованная, может быть, обоснованная по сюжету, и то я не уверен до конца, но необоснованная музыкальная смена веселого, грустного настроения на веселое. Она прям раз, и песня стала жизнерадостной, хотя была грустненькая. Почему? Потому что так захотелось композиторам SM. Потому что композиторы SM любят такие неожиданные переходы. В итоге песня не работает ни как веселая, ни как грустная. Ни как атмосферная, тем более. Тут, по идее, в этом клипе должна быть атмосфера. А они то что-то серьезное происходят, то они веселиться начинают. Нафига это нужно? Окей, да, интро, интро, интро. Мне сложно выносить эти звуки скрипучие. А, там какой-то товарищ, да, понятно. Как-то сначала его не заметил. Ну да, был какой-то мужик, предположительно. Шестой. Мы сюда пятером забрались праздновать чей-то день рождения. Это бы казалось, что дверь закрытая. Я бы допустил какую-то среднего настроя песни, но такую веселенькую. Она и по темпу не сильно подходит. Ну, они кого-то убили. Видимо этого товарища, который их здесь закрыл. Ох уж мне эти бесконечные. Неурадолюет в целом. Клипы про войну по лол. Мне кажется, какой-то общий сценарист в кип-попе сейчас появился. Он для Idol пишет сценарий про абьюзера, которого там убивают выстрелом в голову. Теперь про какого-то, не знаю, маньяка, видимо, насильника. Я не знаю. Очень сложно понять, честно говоря, по клипу. Тут очень рваный монтаж. И такие раскиданные намеки, чтобы их полностью сочетать, нужно посмотреть клип. Несколько раз, очевидно. Но из такой песни, конечно, желаний не возникает. Прямо сильно большое. И опять же, песня могла быть хорошей, если бы не вот репев. Я всегда все разговариваю. Денис Татaring. Вдомой кип-поп. Оно больше этой эпидемии. Рысовая песня. Это песня. Поехали в полтора года. С험ю друзья. Взрываем лавр, с грамм. И так на стихи. Взрываем. Взрываем. Взрываем Kathryn. Взрываем. ударные хорошие куда они едут чему нет с бочкой канистре с бензином видим а просто возвращаются наверно такие беспалево уехали теперь возвращаются сжечься к чертям этот хороший кусок прям весьма приятный по вокалу по мосту не правда но правда опять еще много спета вот так на на древе а они такие вы чё не знаете мы же популярная гип-поп группа рад вельвет приглядитесь мы айскрин кейк пели пристка да 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 в тюрьме расскажите нет я если по сюжету я все правильно понял то их оправдаются такое прочее конечно поджог дома это наверно было излишество яростное же ты уже говорил окей хорошо как исключаю по клипам стиле двайс и с.о.с. это я понимаю там где мужику ставится простой выбор ты согласен или ты согласен быть моим парнем и мужик и вы согласен конечно вы же двайс а это ладно песни не очень честно говоря очень странные переходы опять же повторюсь куплет мне десимпонирует перепев не очень и они вместе разумеется получаются тоже не очень за не менее лучшего слова просто достаточно слабо и все я честно говоря как давно не видел от рад вельвет не слышу точнее прям хорошей хорошей заглавки не раз мне прям искренне нравил заглавка к сожалению это было наверное кабу вот прям что по-настоящему меня вставила как-то после этого по мсм с ее композиции немножечко не меня работает но надеюсь не знаю ваш адрес если вам понравилась песня обязательно пишите комментариях поставьте лайк моему видео мне будет приятно можете пойти поставить лайк видео девчонкам разумеется и подпишитесь а также не забывайте товарищи пожалуйста что мне есть бусте и на бусте меня можно поддержать поддержать прям каким-нибудь пледжем тогда в общем я буду чаще еще реагировать чем сейчас да еще чаще и так каждый день главное что поддержка была тогда я смогу этому утерять больше времени своему каналу всем спасибо всем пока а